всем привет продолжаем изучать хибернейт и сегодня у нас шестой урок по моему так был 5 до значит 6 не в этом видео значит мы будем получать уже данные из нашей базы смотрите у меня в базе сколько 4 автомобиля с айдишками от 2 до 5 у вас могут быть любые другие вообще неважно и главное чтобы был хоть один автомобиль и так что мы делаем давайте вот здесь создадим новый класс весом 6 мы сделаем это для того чтобы там все операции у нас хранились в разных классах так lesson 6 опять же создадим метод main точку входа нашим в принципе мы можем весь этот код скопировать до отсюда ну давайте чтобы так набивать руку привыкать все это водить пальцами да и тогда все это лучше запоминается и так что делаем сначала мы создаем сэшн factory сэшн factory factory равно new configuration configuration и что было видно я буду писать все со следующие строчки конфликт добавляем наш файл хибер нейт все в gxml подключаем аннотированный класс это у нас так а я его не вижу каркласс build session factory так это мы сделали то есть создали наше соединение грубо говоря настройки для него далее у нас будет блок трай и блок файнели файнели в блоке файнели мы сразу закроем factory и видим да у нас тут пропало после этого желтое подчеркивание отлично далее создаем сессию 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 раму factory это каран сэшн так вот это все что мы писали пока ничего нового абсолютное все пока это повторение пройденного теперь писем пишем сэшн бен транзакшн и так как вы помните мы транзакцию как открываем так ее и в конце закрываем давайте сразу это напишем сэшн get transaction комит вот а вот тут собственно и будет наш код то есть что нам тут надо получить нам надо получить один из автомобилей которые находятся в нашей базе данных допустим по айди 4 что для этого пишем пишем сэшн точка гет и давайте еще раз напишу нет и тут тут мы видим целая куча конструктор нас пока интересует класс класс object а давайте пускай так будет значит первое что нам надо это указать какой класс мы будем получать то есть это у нас будет кар класс а через запятую мы укажем значение первичного ключа то есть вот это значение поля айди давайте найдем бмв это у нас 4 укажем 4 все есть то есть вот здесь у нас будет возвращаться наш автомобиль опять чтобы его получается сохранить в каком-то объекте мы напишем так кар 1 и вот здесь выведем его на экран system out print lm кар 1 и давайте теперь запустим вроде бы ничего нового мы учить не выучили тут единственное что новое что ранее не встречалась это вот эта вот строчка кода сэшн гэт и внутри мы указываем класс и значение вот этого первичного ключа так все проходит успешно пока никаких ошибок нет так отлично все выполнилось и давайте посмотрим где он вывелся так одиношка ракин его переопределён метод стринга переопределён а смотрите я запустил вот этот класс main смотрите вот у меня видите не не изменил я назначение вот этого нашего класса lesson 1 и у меня выполнился вот этот код то есть я доставил добавил в базу еще один автомобиль mazda смотрите если я сейчас обновлю у меня вот она mazda еще одна добавится смотрите чтобы такого не было вы либо тут когда запускаете код не забывайте менять на current файл да вот тут мы поменяли и теперь можем запустить то есть теперь запустится вот этот lesson 6 кстати да не если не обращать на это внимание может быть у вас программа будет отрабатывать правильно а вы не будете понимать почему на экран выводится совсем не то что надо и так вот мы вывели на экран наш автомобиль car id4 bmw год 2020 и так далее давайте зайдем нашу табличку и получим а вот давайте и получим вот значение автомобиля с id6 то есть меняем на 6 запускаем и теперь нам должна вывестись mazda на экран car 6 mazda вот давайте посмотрим в табличку 2024 color green price 85000 speed 195 все верно далее еще давайте обратим внимание на некоторые моменты и опять же помните да я вам говорил если вот этот файлик находится в папочке ресурс и называется именно хибернейт cfg xml они как по-другому то его можно не указывать давайте я вот это удалю и смотрите еще так как мы добавили в файл конфигурации вот этот сделали mapping на наш класс да на к тогда так вот эту строчку тоже можно не указывать то есть давайте я ее закомментирую то есть это она ты этот класс можно сюда не прописывать так как мы уже про этом классе передали всю информацию вот в этом в конфигурационном файле так давайте теперь получим данный от об автомобиле под айди 2 изменим тут на 2 запускаем автомобиль 2 это у нас mercedes 2023 года красный и видим да вот у нас вся информация передалась из базы данных нашу программу скорость 240 цена 150 тысяч ну и так далее то есть видим да мы можем вот эти параметры опустить как и аннотированный класс так и вот файл конфигурации но как я уже говорил хорошим то нам является всегда указывать этот файл так и давайте еще сделаем следующую вещь вот так как мы вот значение кар один уже получили значение из нашей таблицы то мы можем изменить у него любые поля то есть мы можем установить set speed давайте посмотрим была скорость 240 и давайте установим скорое значение 222 круглое число нам будет легко видно так где нашла scar speed у нас типа double давайте пусть будет 222 и 2 запускаем и видим да вот скорость уже 222 ну то тут можно было кстати вот так вот сделать но это при следующем запуске также если мы обновим значение в таблице видим то то есть значение скорости в таблице тоже изменилось давайте сейчас изменим значение на 111 1 тут я вам что хочу показать что мы сначала отображаем информацию об автомобиле когда получили из базы данных потом проводим изменения и потом опять выводим уже новый параметр автомобиля консоль и видим да что у нас отобразилось первые значения автомобиля со скоростью 222 а потом уже вот обновленные данные об автомобиле со скоростью 111 1 опять же если мы зайдем в таблицу обновим видим что значение скорости обновилось и в таблице также опять обращайте внимание что на самом деле тут у нас начали изначально изначально вызывался метод select до который делал выборку из нашей таблицы в базе данных а далее вызывался метод апдейт то есть тут изменялось значение вот так но на этом это видео будем заканчивать напоминаю что весь код к уроку вы можете найти по ссылочке на гитхабе также если вы не хотите ждать выхода следующих видео мы вы можете стать спонсором этого канала и все видео вам будут сразу доступны а на этом все ставьте лайки подписывайтесь всем пока